РФ ускоренно строит Северный поток-2, игнорируя на пути химвещества времен войны. Россия продолжает ускорять работы по прокладке газопровода Северный поток-2. Однако есть опасность из-за захороненных на дне в районе острова Бронхольм химических отравляющих веществ времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр службы внешней разведки Украины. По данным службы, маршрут трубопровода Северный поток-2 проходит рядом с этой зоной. Быстрые темпы прокладки трубы в датских водах в условиях увеличенного политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только экологии, но и жизни и здоровью членов экипажа, сообщает служба. На протяжении последних по меньшей мере 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге АТО. Бронхольм. Единственным трубоукладчиком в России с Дипи оказался академик Черский, но его техническое состояние не позволяет и до сих пор начать работы. Теперь в водах Дании работает трубоукладач Фортуна, что использует 12 якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне, подчеркнули ВЗРУ. Россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах судно ампулы с атропином. Антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами, но опасность остается, отметили в украинской службе. Ранее Госдеп США сообщал, что из-за угрозы санкций против Северного потока, 2-18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода. Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК «Украина игры на трубе». Достроит ли Северный поток-2 и чем это грозит Украине?